Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Мне не нравится! Хаало всем ребятки, с вами Fox Neo, и сегодня мы с вами начнём проходить новую игру под названием Friend Bow. Совсем недавно мы закончили проходить Doki Doki, и да, если вы не видели прохождение Doki Doki, обязательно зацените, там есть на что посмотреть. И после прохождения Doki Doki я сделал специальный пост, в котором попросил вас написать, какую игру мне пройти следующей. И очень-очень многие написали, что мне стоит пройти Фрэн Боу. Тем более, что мы уже прошли игру от этих разработчиков под названием Little Misfartheon. А они какими-то деталями и пасхалочками связаны. Так что, ребятки, не будем долго тянуть, погрузимся в этот мрачный мир. Как я понял, что он мрачный, но тут в меню какие-то таблитосы, черно-белые фотографии, страшная девочка. Так что, судя по всему, тут будет мрачняк. Ладно, новая игра. В игре используется автосохранение, это замечательно. Погнали. Всё хорошо. Я словно на небесах. Кто ты? Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. Вроде пока всё нормально. У них для меня подарок. Интересно. Это кот, такой милый и красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. О, как грустненько. Мы ужинаем. Я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Что сейчас будет? Мне страшно. Сегодня пятница, мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Вроде пока всё хорошо. Нам так весело. Сейчас вечер понедельника. Я играю с мистером полночь. А родители так и не приехали. Но мне почему-то тревожно. Ну понятно всё. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Это приближающаяся шизофрения. Это мама! Она кричит! Я хочу узнать, что произошло. Блин, такая прикольная рисовочка, несмотря на минимализм. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. А там расчленёнка. Ну да, конечно. Классика. Мама, папа. Нет, пожалуйста. А почему у неё вместо... Ёкарный бабай. Мамочка, папочка. Чё за жесть? Я, конечно, думал, что там будет расчленёнка, но... О, господи. А чё дом-то весь кровавый? Куда она побежала? Мне не нравится завязка сюжета. Слишком кроваво. Как будто Тарантино, смотрю. Жесть. Дай угадаю. Кот ещё разговаривает. Да? Нет, кажется, не разговаривает. Котёнок, не грусти. Только не убегай. Так, а это кто? А, ну какие-то демоны там, оккультисты нашли нас, масонные иллюминаты. Ну, супер. Фрэн, пожалуйста, слушай мой голос. На счёт три ты проснёшься. Раз. Два. Три. Опа! Ха-ха! Фрэн, как ты себя чувствуешь? Ну, мы Фрэнни-шизофрени. Ха-ха-ха, всё понятно. Очередная игра про психически больных. Вот почему мы её выбрали. Ха-ха-ха! Я думал, вы мне дали нормальную игру! Твою мать! Ай, ладно, я уже подписался на это. Будем проходить. Мне хочется умереть? Нет, мне не хочется умереть. Я думаю, всё в порядке в больнице. В псих-больнице всё замечательно просто. Думаю, я в порядке, только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Я хочу домой или хочу найти убийцу? Я думаю, что я хочу домой, потому что я всё-таки ребёнок. Я хочу домой! Тебе нельзя домой, Фрэн, ты должна выздороветь. Ну, я сумасшедшая, поэтому мне нужен мой кот. Я должна выбраться отсюда, мне нужен мой кот! Твой кот пропал, его невозможно вернуть. А пока у меня есть кое-что для тебя, Фрэн. Что там? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она от тёти Грейс. Возьми. Посылка? Я люблю сюрпризы. Я люблю сюрпризы. Что там такое? Кошелёчек? Сумочка моей мамы. Что внутри? Я могу внутрь заглянуть? Открой её, там внутри что-то есть. Окей. Находки. Использовать. Я не могу это использовать, возможно, это стоит изучить. Ладно, изучим. Дорогая Фрэн, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь её у себя. Когда я размышлял о тебе и вспоминала, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в неё всё то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность это величайший твой дар. С любовью, тётя Грейс. Интересно, а мы с ней встретимся? Я бы хотел с ней встретиться. Она беспокоится за тебя? Я тоже беспокоюсь. Я тоже беспокоюсь, ведь я не сумасшедшая, но всё ещё здесь. Прекрати, ты вышла из-под контроля, юная леди. Я могу идти? Да, можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Лекарство называется Дотин. Оно сделает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. Блин, мне так непривычно, что графон тут такой немного всратенький. Он вроде как приятный, атмосферный, но... Ну вот посмотрите на медсестру, ну господи. Ладно. Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего, те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Фрэн, прими своё лекарство. Ладненько, приму своё лекарство. Я могу, типа, его взять в рот, потом отойти и выплюнуть. Мне плохо. Ёкарный бабай. Лучше не пить больше лекарств. Крипота. Уп, вырубились. Только нет, отнесите её обратно в комнату. И, сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Согласен, таблетки на меня очень плохо влияют. Никаких больше таблеток. Берегись, Фрэнбоу. Потому что у тебя шизофрения. Если ты покинешь дом безумия, то твоя шизофрения станет ещё больше. И я найду тебя. Поймаю. Кто я? Смерть очередная? И верну обратно в безумие. Эх, плак, плак. О, котик? Фрэн, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Кот всё-таки говорящий. Интересно. Я люблю тебя. Не знаю, какой голос должен быть у кота, потом разберёмся. Пока что для меня всё это слишком загадочно. Глава первая. Мой здравый разум. Точнее, мой шизофренический разум, от которого я схожу с ума и вижу расчленёнку постоянно. Блин, а прикиньте, её родители на самом деле живы. Это просто её шизофрения. Она то есть увидела, как её родителей расчленила, хотя они остались живы. Она там впала в истерику, в депрессию, и её родители отвезли её в больничку. Правда, больничка какая-то криповая. Могу встать? Я всё ещё здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. А лечиться не хочется? Хотя, да, я бы с такой больнички сам бы выбрался. Надеюсь, всё не упадёт мне на голову, пока я сплю. Да, криповый крест какой-то. Это что у нас? Имя? Фрэнд Боу Даггенхарт. Возраст 10 лет. О! Мы выяснили, сколько нам лет. История болезни. Пациент была найдена недалеко от психиатрической клиники Освальда с признаками психоза. Семейная трагедия. Боу Даггенхарт. Детали избегают. Лечение. Доктор Марсель Дирн. Испробовал различные лекарства, но отменил их приём из-за побочных эффектов. Дата 25 июля 1944. Пси... Ха... Что? Это точно не про меня? Побочные эффекты? Может, эффекты, влияющие на мои бока? Мне очень интересно, кто меня сюда привёз. Фу, криповый клоун. Я получу твой нос, получу! У неё проблемы с головой совсем? Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Так, это у нас что? Ах, милая, приятная мелодия. Что у нас за листочки там? О! Блин, мне это напоминает как раз таки Литл Мисс Фартун Маленькие и красные, вы прячетесь от меня Ненавижу монстра Я должен найти Мра Полночь Мне нужно найти его сейчас А, Мистера Полночь, окей Он прячется, потому что он боится, он сказал, что лекарство покажет мне, где он Боже, я так по тебе скучаю Я найду тебя, Мистер Полночь, я обещаю Не бойся, мой дорогой котик, всё будет хорошо Так, окей, понятненько Это у нас что? А, ясно, будем идти в никуда Ха-ха Так, ладно, я могу посмотреть, что у нас за окном Ой, ничего себе, что-то упало Удобный крюк, оставлю его себе, чтобы позже играть в пиратов О, нет, это квест Я не люблю квесты В этом прохождении мы будем очень много тупить Ой, крипово-то как Башня обороны Ты попалась, сумасшедшая, под именем Френ Или это оборонительная башня Хм, кажется, это мой путь наружу Не думаю, что моя голова пролезет в окно Ну, разбей окно и всё будет круто Мы можем ходить налево и право Пойдёмте сначала направо, как джентльмен Точнее, как юная леди Что у нас тут? Ах, секретная шкатулка Изучим её Деревянная шкатулка, она открыта Используем Ключ! Он, безусловно, что-то откроет Золотой крюк, который упал со шторы Я могу с помощью этого ключа открыть Эту полочку Так, использовать на полочке О, да, получилось, внутри что-то есть Так, изучим О, это моя семья Моя дорогая семья Я буду хранить это ценой своей жизни Я так по вам скучаю Вы мне здесь очень нужны Я найду своего котика и отправлюсь к тебе, тётя Грейс Я знаю, тётя Грейс хорошо позаботится обо мне и мистере Полночь Хочу, чтобы мои родители были живы И у нас там ещё заколочка какая-то Моя заколка! Мне нужно найти хорошее применение С помощью неё мы, наверное, что-то сможем открывать Тут какой-то пацан-шизофреник Мишка Надеюсь, тебя кто-нибудь любит Здравствуй ещё раз, мистер Мишка Здорово, пацанёнок Привет, Фил Привет Эм, знаешь, где выход? Ты знаешь, как отсюда выбраться? Есть много способов выбраться Да, ну всё заперто Конечно, но кабинет это ключ Кабинет? О чём ты? Я видел, как доктор записал секретный код Секретный код? Чтобы открыть жёлтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил Кто? Вон Опа, опять шиза началась Ха-ха-ха Блин, эта штука похожа на штуку из... Мисс Фартун Все двери закрыты Ты заложница моих игр И никто не поможет тебе сбежать Крипота Кхе-хе Господи, у меня аллергия на чудовищ Оставь меня в покое Я тебя ненавижу Пошёл в сраку Так, проснись Всё нормально Он ушёл Мамочку, папочку Вы мне так нужны сейчас Нет, я не позволю монстру мне помешать О, куколка Раньше у меня было синее платье, как у тебя Так, я не могу поговорить с его крестом Филмар Браунстоун Восемь лет, полмужской История болезни Пациент прибыл в психиатрическую клинику Озвальда вместе со своей матерью Рэйчел Браунстоун У мальчика развиделось параноидальное поведение Паранойя ещё не диагностирована Лечение Ежедневная терапия У доктора Марселя Дирна Мы ещё не добились доверия пациента Он отказывается отвечать на вопросы Хм, Фил всё ещё здесь Может мы его тоже вытащим? Было бы неплохо помочь чуваку Деревянный мистер конь Вы хорошо проводите время? Туда-сюда Лучшая поиска в жизни Их-ха! Тут ещё стул есть Если я сяду, то в конце концов встану Так в чём смысл? Жёлтая дверь Закрытая Под номером 4 Ну и здесь мы всё осмотрели Переходим в следующую комнату Посмотрим, что у нас в комнате слева А слева у нас медь-сестра Опачки Мои ноги в порядке Хм, я не инвалид Но это логично Я вижу Пустая бутылка Пустые стаканы Ничего Полотенца Полотенца? Они мне не нужны Не думаю, что мне что-то из этого нужно Окей Привет, медь-сестра Ах, я хочу знать, что она пишет Мне любопытно Думаю, медсестра никогда бы мне не позволила что-то трогать Я знаю, медсёстры всегда хранят лекарства Но где? Что я могу дальше сделать? Медсестра О, тут тоже есть окно Детская площадка Доброй ночи, деревья и луна Уверена, это не лучший путь для побега Хм, мне нравится штука с кроликом От неё кружится голова Первое окно мы осмотрели Можем ещё осмотреть вот это окно Там что, что-то другое будет? А, тут всё заколочено, интересно Хм, сложно что-то разглядеть Это детская площадка? Возможно, кто-то уже пытался выпрыгнуть в это окно Ну окей О, так мы можем поговорить с ней всё ещё проще Фрэн, ты проснулась, хорошо Сколько я спала? Возможно, три дня Я сонный из-за лекарства? Да, из-за него Поэтому ты больше не будешь его принимать Котик велел мне его принимать Ох, забыла Кое-что случилось Видишь, от тебя одни неприятности Что там? Я пыталась посмотреть в окно И случайно сломала штору Ну-ну, случайно Нужно всё исправить Следуй за мной Не, я за тобой не пойду Я хочу посмотреть Где ты прячешь лекарства? О, опа, она свалила Она безумеет, если я что-то трону Я лучше подойду и поговорю с ней Так, блин Ладно, я не могу ничего трогать Чего-то не хватает Ты видела крюк, на котором держалась штора? Нет, мисс, я ничего не видела Что ж, мне придётся чем-то его заменить Ты мелкая девочка Так, сваливай, сваливай, сваливай Хорошая медсестра А мы пойдём стаскивать лекарства Я возьму эти пластыри, чтобы остановить кровь Это хорошая идея Откроем Быстренько возьмём лекарства Хм, ну закрытая штука Лекарства внутри Боже мой, это ужасно! Зачем он медсестре? Она хочет убить нас всех! Я оставлю всё как было Мне в самом деле нужно убираться отсюда Не-не-не-не-не, мы сначала всё тут протрогаем Медсестра Глэдис Хана Пациент Фрэнбоу Даггенхарт Пациент почти всё время спит Она... Господи, как тяжело это читать Просыпается только, чтобы попить Но я не думаю, что она это помнит Выпив воды, она снова засыпает Уже три дня она ни с кем не общалась Несколько дней приходила и спрашивала о том, когда она пойдёт с нами поиграть Окей Интересно, а что вот эти вот штуки снизу значат? У медсестры ужасный почерк Вот с этим я согласен на все 100% И разобрала только три слова Фрэнс Пит и Дотин Да, тяжело тут разобрать что-либо Фуу! А чем тебе кружку не нравится? Опа! Прикольно Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка Полностью изменив его привычную жизнь Например, дети после травмы могут страдать в легкой или тяжелой степени От нехватки таких умений, как Доверять окружающим людям Считать мир безопасным местом Принимать решения и так далее Но пока что у меня нет проблем с приниманием решений, это уж точно Из-за этих последствий, некоторые травмы могут привести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания Например, недоверие к окружающим и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаками паранойи. Изображение мозга. Так, лобная доль, двигательная опора коры, короче, это неинтересно. Посмотрим травмы. Хм, доктор любит говорить слово травма. Хе-хе-хе, мозг похож на черепашку? Эээ, господи, какой ужас. Ну понятно, у нас травмы. Это мне и так было понятно, в принципе, с самого начала игры. Ладно, пойдём к медсестре. А чем мне открыть таблитосы? Я могу использовать пластырь. С чем? Непонятно с чем. Не нужно мне использовать пластырь. Так, изучим. Мои таблетки внутри, я знаю, мне нужно взломать код. Код есть у доктора, пацанёнок говорил. Чувак, случаем не видел медсестру? Ты смогла найти код доктора? Нет, не смогла. Мне нужно внутрь. Конечно, закрыто. Всё ещё закрыто. Так, а если я возьму, к примеру, вот это и использую? Подходит, но тут два отверстия, нужно что-то ещё. Ну, давай используем ещё вот это. Эээ, форма не подходит. Так, чёрт, нет. Мне нужно две заколки, что ли? А где мне взять вторую заколку? Хм, пластыри мне вряд ли помогут. Может отдать пластырь и пацанёнку, и он мне в обмен что-нибудь даст. Так, ну тут мы всё смотрели. На столе мы тоже всё смотрели. Да возьми ствол и вышиби! Мозг медсестре! Потом просто, как в фильмах, вышиби замок у двери. Сбегай просто под взрывы. Ещё бомбу нужно заложить, чтобы когда мы убегали, и там за нами всё взрывалось в слоу-моушене. И мы такие, эээ, котик, я бегу! Ладно, кажется, я уже сам схожу с ума. Но я не знаю, что ещё стащить можно. Пустая бутылка, пустые стаканы. Здесь мне ничего не нужно. Хммм. Так, 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 так. Здесь, в принципе, ничего особо нет. Милая, приятная мелодия. Чё дальше-то делать? А, может быть, я смогу их объединить? Подождите. Объединить предмет заколка с предметом золотой крюк. Так, не подойдёт. Может быть, объединить вот это с этим? Тьфу, не работает. А может быть, заколку с этим объединить? Ничего, конечно, о чём я думала. С чем же мне использовать крюк? Может быть, мне реально повесить штору? Использовать. А вдруг прокатит? Хмм, нет. С чем мне использовать крюк можно? Здесь не так много предметов, с которыми можно взаимодействовать. Так, попробую ещё раз использовать заколку и прочту повнимательней, что она имеет в виду. Подходит, но тут два отверстия. Нужно что-то ещё. Код доктора я не нашла. Может, тебе крюк нужен? Исключено. Я не болен, мама, нет? Моя заколка. Нужно найти хорошее применение. Да мы ей уже нашли хорошее применение, но нужно две заколки. Где взять вторую заколку? Куда дальше идти? Так, ну здесь мы всё осмотрели. Может, что-то на столе упустил? Но это вряд ли. Здесь я ни с чем взаимодействовать не смогу. Интересно, а если всё не оставлять, как было? А, оно всё равно оставляется, как было. Окей. Твои ноги в порядке. Зато твой мозг не в порядке. Вот почему ты не делаешь ничего со своим мозгом? Я не могу посмотреть в это окно. Да я уже понял. Что же мне делать со всем этим? Может, в кровати что-то нужно сделать? Не хочу, я только что проснулась. Ну понятно. С чем же мне всё это использовать? Может, использовать пластырь? Вместе со шторой? Даже не буду пытаться. И слава богу. И не знаю, это с этим использовать. Нет, не прокатит. Это с этим использовать не прокатит. Похоже, вещи так не работают. А жаль, блин. Было бы прикольно, если бы они так работали. А здесь что? Я могу обойти и посмотреть, что с другой стороны. Да я уже понял, что ты можешь обойти и посмотреть, что с другой стороны. Я не знаю, использовать это с мишкой. Это нельзя сделать Ну тогда засунь заколку в мишку Нет, не прокатит Раньше у меня было синее платье какой-то куклы Блин, что-то с крестом может Оторвать крест с помощью крюка Ну а вдруг Я достаточно умен, чтобы найти другое решение Мне кажется, что я недостаточно умен, чтобы найти другое решение Так, изучить Мои таблетки внутри я знаю, но мне нужно взломать код А чтобы взломать код, нужно попасть в ту сраную комнату В комнату номер 4 Как попасть в комнату номер 4? Конечно закрыто, ну конечно закрыто Было бы открыто, было бы гораздо проще Все еще не понимаю, что делать А, так мы можем использовать эту штуку Тогда все попроще Осталось только разобраться, где взять код Но двери не открываются Может я что-то упустил в записках? Записки я с собой не взял Давайте посмотрим в записках Ну тут точно нет кода А, хотя нет, подождите, вот 1, 2, 3, 4 Но нет, это вряд ли может быть кодом Тут кода нет А, подождите, 8H Может быть мне нужно сопоставить буквы с цифрами? Это, если это сработает, это будет просто максимально тупо Так, берем листочек и записываем Так, 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 так 8, это H У нас там по-моему слово hide, если я не ошибаюсь Давайте заценим, использовать Да, слово hide Теперь смотрим У нас будет тогда код 8, 9, 4, hide, 5 Замечательно 8, 9, 4, 5 Если это сработает, то это просто, я не знаю Я сверхразум, наверное, раз догадался до этого Даже не спустя час Я уже думал в интернете смотреть, что дальше делать Оооо, да ладно? Хааха Чего? Как люди до этого додумались? Серьезно? Кто-то до этого додумался самостоятельно Без подсказок? Ну ладно, раз я додумался, то и другие додумались У меня теперь есть таблетки Как они мне помогут? Нажмем на таблетки мне совсем не нравится привет мисс мисс сестра не подходи к этой бракописи не господи пустая бутылка вы в порядке привет мертвомать твою убирайся жуткое существо что ты такое скажи мне она не может разговаривать это какая-то мракобесина нравится видеть меня грустной мне кажется она не уберется отсюда о господи интересно что на улице такой же мрак фу это существо по-моему сожрала крысу вот тут отпечаток появился кажется или он тут уже и был там крыса мертвая крыса твою мать у тебя рот немного в крови ты в порядке моей мамы тоже был рот в крови она выглядела печальной фу блин блевать хочется тут ничего нету 6 просто жести и в это дети играют о мы где-то нашли иголку а как мы из другого измерения вытащили иголку она теперь будет работать во всех измерениях или только в этом фута мертвые существа я туда не пойду ладно мне придется дойти мертвый кролик ты спишь милый кролик кролик проснись этом в окне какой-то ужас пожалуйста кролик только проснись ну давай использую шкатулку да и кролик проснется в скобочках нет у там моя голова отрубленная это моя голова подайте мне мою голову пожалуйста просто уходите странное существо почему я выбрал эту игру для прохождения фу твою мать ну и крепота куда делся клоун дай угадай он вышел то это сделал сделал что это было не я это я написала кровью на могу спуститься вниз кровь найди его кота наверное и фуф блин поцених психоделика началась привет еще голова я попробую вернуть ее на место gal final itudow простите я не могу вам помочь мистера лень я попробую вернуть ее на место простите я не могу вам помочь у оленя башка отвалилась путь к счастью а я теперь могу открыть кстати говоря эту дверь у меня теперь есть иголкой заколка и можешь видеть путь к счастью справа Почему ты на меня так смотришь? Ты меня пугаешь! Что за черная штука сидит рядом с тобой? Она тебе что-то говорит, ты слышишь? Фу, меня аж на мурашки пробивает. Фил играет со своим дядей, но дядя безумен, безумен! Фил плачет, бедный Фил. Видишь, ты убил птицу! Твоя мамочка недовольна, дядя умрёт! Да что ты несёшь, я вообще её не понимаю, там ещё какие-то таракашки бегают. Что внизу? Мне нужно туда спускаться, скажите, что нет. А как это так? А он меня не видит? Нет, ни в коем случае, вы не можете ей это рассказать. Но она должна знать, вы не можете скрывать её от меня. Причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так, я хочу забрать её домой, сейчас же! Нельзя, её психическое состояние ещё не нормализировалось. Ага, мы выяснили секретик. Тётя Грейс хочет нас забрать. Это было на самом деле. Дорогая тётя Грейс, интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души, и сегодня вечером я иду домой. Тут мёртвая лисичка. Ох, лисичка, не плачь. Используй мою руку как платок. Хочешь обняться? Лисичка, почему ты такая грустная? Ну лисичку-то за что? Ну нет! Не хочу дальше играть. Говно. Мёртвые лисички, это не для меня. Господи, сколько же тут кровища. Ладно, чёрт с ним. Давайте уже выйдем отсюда. Объединим вот это с вот этим. Замечательно. И используем. И сваливаем. Что это было? Какой-то скелетон. Вот что это было. Папа не было рядом, маме было плевать. О, это мои родители. Привет. Блях. Блях. Просто блях. Останавливаемся на этом. Пока что мы выбрались, по крайней мере, из своей палаты. Это уже хороший знак. Ну что ж, ребятки, чтобы я продолжил проходить эту психоделическую игрушку, вы обязательно должны собрать под этим роликом очень много просмотров и много лайкосиков. Так что, ребятки, рассылайте это видео своим друзьям. Будете смотреть прохождение вместе. Будет весело. Также обязательно ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор как-то не подписаны. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых сериях. Ну а с вами сегодня был пока что еще не шизофренический Фокс Нео. Увидимся.